В частности, сколько жара, там солнце в зените, пришли три львицы, могли тень, вот она машина, отбрасывает тень, они полегли там под колесами этой машины, в общем, заблокировали, они лежали, им было хорошо. Фины сидели сверху, смотрели, значит, сначала усиленно фотографировали, потом уже тоже запарились сидеть, ну а как, львицы здесь с места не трогаются. В общем, маленькими какими-то толчками вроде бы как машину там начали раскачивать, чтобы хоть как-то от этих колес отогнать. Ну, встали, ушли, неохотно очень. Ситуация могут быть разной. Так, ну а потом? После Кении? После Кении, значит, стресс к животным я частично удовлетворила в Кении, и дальше у меня был такой трип этнографический. Я поехала смотреть народ, племена и архитектуру. Ну, это был такой трип по Западной Африке, один из самых вообще интереснейших, который у меня только был. Значит, у нас за один раз мы проехали Мали, Буркино-Фасо, потом был Бенин и Того. То есть четыре страны. Это группа, да? Да, это была группа, и тут как раз путешествие с географией, так же, как и Кения. Это следующая была наша поездка. Причем Кения была в феврале, и вот в ноябре этого же года мы поехали уже по Западной Африке. Просто ни с чем не сравнимое впечатление. Совершенно другая Африка, и по ландшафтам, и по восприятию неимоверно яркая. Как раз присутствует кое-что в этой поездке. Слушай, ну а вот насколько финансово напрягают такие увлекательные трипы? Финансово напрягают. Ну, порядок цены какой-то. Ну, путешествие меньше двух-трех тысяч долларов стоить не будет, плюс еще перелет. А, это без перелета? Угу, к сожалению, да, напрягает. Ну, в общем, тысяч пять. Не, ну тысяч пять это уж очень круто, надо отдохнуть, поскромней. Ну, опять же, все зависит... Это на какой срок? Ну, это было у нас длинное путешествие, это было 21 или 22 дня мы путешествовали. Много. Кения была 18 дней, вот, Эфиопия вообще две недели. То есть, все зависит от страны и сколько этих стран там нанизывается на этот маршрут. Ну, а у вас, вы как-то, в принципе, делали какой-то маршрут, это все отдали географии, да? Они все делали или был какой-то выбор? Нет, мы вообще танцевали от маршрутов, которые нам предлагала география, потому что, ну, действительно, очень интересные были маршруты. Я вот тогда еще долго думала в Эфиопию или все-таки в Мали, но Мали вот меня пересилило. Это и подольше было, я располагала на тот момент временем. Вот, и поинтереснее, это все-таки четыре страны. Вот, а потом слишком много привлекало. Тут тебе и Тимбукту легендарный, и Нигерка река, и вся эта саманная архитектура суданский стиль, и, опять же, и пустынь Сахара, и Плата Бандиагара с этими догонами известными. Потом Бенин и Того – это вообще удушное гнездо такое, здесь посмотреть на всех этих колдунов и магов все очень хотелось. Поэтому было очень интересно. А у нас как вообще вот в таких путешествиях проблема безопасности? Стоит или нет? Возникает, точнее? Ну, как безопасность? Собственно говоря, вот, мне, можно сказать, повезло. И тем группам, с которыми я путешествовала, у нас не было никогда никаких таких вот ситуаций, которые бы заставили напрягаться. То есть мы там, нас не воспринимали ни как классовых врагов, ни как, тем более, как деликатесно. Нас никто не смотрел, естественно. Вот, и причем Малия – это вообще страна, ну, туристическая достаточно, мы заточены под французов все. Страна дорогая. Вот, и очень много французов там массивов. Ну, вот, практически вот все эти отели, которые там существуют, где там можно, ну, в таких столичных более-менее городах, там, больших, вот, они все принадлежат французам. И их можно в самых там глухих местах встретить. То есть люди ездят. Ну, причем француз путешествует по Малитам с грудничками, вот, с крохотными детишками. Хотя вот, даже взрослому там тяжело, но климат достаточно такой. Очень жарко. Ну, там влажно и сухо. Нет, там не влажно. Там сухо, но жарко. Вот. А вот когда вот уже переезжаешь к Глижко-Киану, вот Бенин-Тога, да, там и жарко, и влажно. Ты принесла много всяких штучек. Рассказывай. Ну, вот эта вот штучка, она как раз из Малии приехала. Это вот был у нас такой поход. Ты на камеру покажи с разных сторон. К восточному краю плата Бандиагара мы ездили. Там живет вот эта вот легендарная племя Дагонов. Чем легендарная, я вот про них слышала еще, когда не видела. Сириусианское происхождение. То есть они на полном серьезе считают, что их первые предки прибылись со звезды Сириус. Причем настолько у них такая вот мифология, запутанная, во-первых, страшная. Ну, и вся она про космос исключительно. Там можно найти описание космических кораблей, на которых эти первые предки прилетели, вплоть до отсеков каких-то. Причем очень интересное у них сведение Вселенной, очень созвучное современном. В общем-то как-то непонятно совершенно. Ну, это вот как раз те самые первые предки, которые прилетели с Сириусом. Какие-то они такие существа, суть по мифологии, очень странные, с красными глазами, с раздвоенными языками. То есть что-то у них и от рептилий было, и может даже от просмыкающихся. Может быть поэтому там до сих пор... Ну, здесь-то они такие человеческие. Ну, уже более-менее. Крокодилы у них там до сих пор священно животные. Это единственное, у кого не сожрали. Скафандр они тоже сняли, я смотрю. Ну, это что-то вот связь с космосом, через колпачок. Да, идет. Ну, вот к догонам, да, к догонам мы шли 8 километров, чтобы дойти там от ближайшей деревни, куда еще машины ходили. Дальше уже все, совершенно безлюдные места, 8 километров мы до этой деревни шли. На самого подножья лепятся домики. Потом как сошлись... Одна какая-то цивилизация, цивилизация Телемов сменила. Вот их потом сменили догонами. В 16 веке они там прекратили существование, но остались их дома, где они жили. Теперь используются догонами, как усыпальницы для умерших собратьев. Ну, такие боевитые, это у них посох, да? Ну, вообще, они не охотники догоны, они пастухи. В общем-то, не агрессивные достаточно. Сейчас люди, я уж не знаю, что было тогда, когда первопредки пришли, но, видимо, все равно воевать приходилось, земля суровая. Вместо под солнцем себя отвоевывали. Посмотрели мы там знаменитые танцы, которые раньше там происходили раз в 60 лет. Догонов вообще, вся человеческая жизнь считается, это 60 лет. Вот все, что там год за, это уже как бы великий подарок, и человек считается полудухом практически. Поэтому вот шаманом может быть человек только, который перешагнул 60-летний рубеж. То есть, он тут уже напрямую с духами общается. Побывали мы там в доме в шамане. Шаман нас, правда, не дождался, помер. Вот жена нас встречала, она три года после смерти. И во сколько он помер? Ну, значит, как-то история умалчивает, во сколько он почил, но жена, значит, вот три года теперь будет нести его обязанности, потом выберут нового. Догона вот этого шамана. То есть, она тоже, колдуня тоже может быть, да? Запросто, да. Там вообще вот в Догоне, там куда ни ступи, а лучше вообще никуда не ступать. Вот ходи по тропинке, потому что шаг вправо, шаг влево, наступишь на какой-нибудь фетиш, там дух оскорбишь. В общем, лучше не соваться куда не нужно. Так, а дальше? Так, наша задача. Вот это вот, это, кстати, тоже малийская поездка. Это когда мы четыре дня плыли на лодке Пенаси с Тросняковым вверхом в сторону Тимбукту. Того самого. Мы заехали в какой-то городок, сейчас уж я не помню, как он назывался. В общем, на рынке там продавали вот эту вот соль. Это знаменитая соль из Таудени. Это та соль, которая соляными караванами как раз идет через Сахару и через Тимбукту. Та, которая на вес золота была раньше, вот этой своей пластины. Причем вот Терхоза раньше была. Там две соляные столицы существуют. Вот Терхоза, вот это самое старое, в 14 веке, там Ибн Батут писал про нее как раз, про эту Терхозу. Вообще, это жуткое место совершенно, ничего нет, кроме песка и соляных шахт, и домат построенный из пластин соляных, и обтянутый верблюжьими шкурами. В общем, гиблое место совершенно. Ну, в общем, зали же соли там оказались не такие уж обширные, и, в общем, вот из Терхозы переместилась соляная столица в Таудени. Ну, собственно говоря, так и осталась она до сих пор этой столицей. Все это интересно. Пробовали возить эту соль машинами, тоже сейчас в наше время. Ничего не вышло, потому что сотрясались в грузовиках вот эти пластины, перемешивались с песком, и, в общем, она обесценивалась из-за этого. И вернулись к старым добрым верблюдам. До сих пор, значит, тот соляной караван идет на верблюдах мягко, соль в целости и сохранности. Кстати, был интересный момент. Сейчас вспомнила. Купила вот этот вот брусочек соли. Стоит мне вообще просто копейки. Ничего не стоит. Подбегает какой-то дядька из местных. Чуть ли не на коленях умоляет меня, отдай соль. Продай. Деньги свои. Он говорит, зачем я тебе буду продавать эту соль? Я тебе сама денег дам. Хочешь, поди купи себе. Стоит недорого. Нет, дай твою. В общем, соль я как-то не отдала. Я не поняла, что он хотел от меня. А потом объяснили. Оказывается, что соль это еще и как бы такая мистическая субстанция. То есть она как плохое все впитывает, так и хорошее. А поскольку белая женщина держала в руках вот эту соль, значит, как моя вот эта энергетика, энергетика белого человека. То есть это значит, что он успешный, что у него все в порядке с деньгами. То есть вот как-то вот удача, короче. Ты стояла амулет. Да, да, он хотел это. Ну, если бы я знала, я бы, конечно, отдала. Извините. Ну, это как китайцы. Не вывезла. Щипают, притрагиваются. То есть вот здесь понятно, соль. Да, это именно контакт с солью. Ну, что еще у нас тут интересного? Это вот тоже у нас та же самая поездка. Но это уже не Мали, это уже у нас Того. Сейчас, когда мы приехали, можно сказать, в столицу культа Вуду. Есть там такой рынок ведьм. В столице, в городе Ламе. В общем, это страшное место, на самом деле. Туда съезжаются, значит, все колдуны и колдуни для того, чтобы закупить ингредиенты какие-то для своих колдовских целей. Ну, якобы исключительно там белая вода практикуется, и колдуни все белые, чистые, пушистые. Ну, значит, это несколько рядов заваленных мертвыми животными. Причем вот от такой вот мышки какой-нибудь там, печушки, до крокодила, лошади, в общем, все что угодно. Все в таком сушеном каком-то состоянии находится. Это жутко. Кладбище домашних животных, и не только домашних. Ну, в общем, вызвался там какой-то паренек нам экскурсию провести по этому рынку, значит, рассказал, что к чему. Я даже два рецепта запомнила. Значит, если голова болит, возьмите череп обезьяны, истолчите его в муку, смешайте с медом, принимайте по ложке перед едой. Голова уже болит. Голова пройдет. Пока болит, столовая. Вот, и здесь еще один рецепт я тоже запомнила. Если хотите, чтобы ваша кожа, значит, излучала здоровье, возьмите сушеного хамелеона, растолчите его в черную пудру, вы это значит, пудрой пудритесь. Ну, поскольку это уже, в общем-то, такое туристическое место стало, в общем, многие знают из знаменитого вот этого путеводителя, Lonely Planet, существование этого рынка, там уже своего рода показуха началась такая для туристов. В общем, нас отвели к жрецам, якобы, которые подарили нам, ну, подарили, за деньги подарили, магический предмет, который, в общем-то, путешественнику любому просто необходим. Ну, это вот один такой, я не удержалась, конечно, приобрела. Это амулет-путешественник. Ну, такая вот, какая-то антропоморфная фигурка, рот открытый. В общем, как нам сказали, как использовать это дело, значит, вот в открытый рот, перед началом путешествия, надо, значит, наговорить. Все, что ты хочешь от этого путешествия получить. Ну, чтобы там сопутствовала удача, и дороги-то были хорошие, и вернулся-то я благополучно. Потом взять вот эту затычку и рот заткнуть. И вот этот амулет в таком состоянии вместе с путешественником должен, ну, все путешествие, быть у него где-то рядом. Как-то путешествие благополучно завершилось, значит, выпускаем все, что мы говорили, пусть отдыхает до следующего. Еще вот такая вот шесточка. Вот, а вот это... А с собой в это время таскать все время, да? Да, да, путешествие надо, чтобы близко было к тебе. Это вот такая вот ладанка. Ну, аналог нашей ладанки, на самом деле. Потому что там внутрь зашито 42 благих пожеланий. Носить надо на теле, под одеждой, чтобы никто там лишний не видел. Пожелания до этого договариваешь, как на магнитофон, или они уже там есть? Нет, там уже есть, уже все. Уже все внутри. А какие пожелания? Ну, какие-то благие, не знаю. Все, что хорошее, с цифры 42, вот, можно придумать. То есть надо поверить, что там... Надо поверить, что там все хорошее, да, а не что-нибудь другое. А ну, и вот Акаурия, это вроде как деньги к обладателю притягивает. Вот такая вот стучка. На самом деле намного там что-нибудь ударили, просто я не стала сейчас все отнести сюда. Ну, вот. Вот такое вот место нам удалось посетить. А вот это большое, тяжелое, не тяжелое? Большое, тяжелое. Не, не тяжелое. Что это? Будете угадывать, нет? Большая пуговица, нет? Нет, не совсем. Это Эфиопия. Так. У нас была потрясающая поездка по югу Эфиопии. К лесу какое-то, на ворот, да, там что-нибудь поднимать, опускать. Это, можно сказать, бижутерия. Ну, я сказала, пуговица, да? Нет, это не пуговица. Короче, это губной диск. Это вставляют в губу, да. Есть там на юге Эфиопии самое-самое известное племя, вот злобное, это Мурси, те самые. Это вот как раз, это еще не самое крупное. Вообще, вот эти тарелочки, они в диаметре до 30 сантиметров бывают. Вот, и чем больше тарелочка, тем краше девица. Обладательницей большой тарелочки может рассчитывать на 39 коров. Все их приданное, значит, будет положено. А те девочки, которые губы дырять не хотят, за ними только 6 коров. И, в общем-то, как нам сказал густо краснеет наш гид, сказал, ну, понимаете, это на любителей. Ну, в общем-то, практически извращенцы. А Мурси любит девочек, у которых не пробита губа. Ну, вообще, зрелище страшное, разговариваю. Особенно, когда вот эта тарелочка из губы вываливается. То есть, кожа растягивается страшным образом. Причем вот тарелка, представляете, да, бьется, а нижние зубы. Чтобы тарелочка не билась, зуб долой. Зубы выбивают. И, в общем, вот такая вот красота гуляет, язык торчит поверх тарелочки, естественно. Сквозь нижние зубы вываливается. Поэтому наш гид сказал, что говорит, не дай вам Бог увидеть, как марсианка ест. Не дай вам Бог. Это самое фантастическое зрелище. Но откуда пошла вообще вся эта традиция? Ну, там много существует теорий по этому поводу. Но вот одна такая наиболее правдоподобная, это что, когда угоняли в рабство женщин, придумали, чтобы они изуродовать сознательно. Ну, просто чтобы вот не забирали. Ну, как у нас, при монголах татаров тоже там уродовали, да? Ну, вот в некоторых племенах шарамирование там на лице шло, а вот эти придумали губу дырявить. И, в общем-то, когда опасность рабства тоже миновала, настолько все привыкли, что уже, в общем-то, стало считаться эстетично, красиво, сексуально, в общем, замечательно. Ну, а это уже совсем другие края. Это Мос-Намибия. Есть там такое племя Химба. Как? Химба. Химба. Да. А наверняка видели, потому что очень красивые женщины, высокие, встроенные, все тело вымазывают смесью из животного жира, красной глины, каких-то благований. Вот, и косички у них тоже заплетены, и вся прическа закреплена вот этой вот глиной. Очень симпатичное племя во всех отношениях, очень доброе, очень такое радушное. Действительно, очень красивые девочки. Ну, вот что-то такое купленное. Я не думаю, что в этом есть какая-то смысловая нагрузка, просто украшение. Вот, я тут привезла. Ну, а вот это вот, это, собственно говоря, вот она, вот эта смесь и глина, которой вымазаны тела и волосы девчонок. Их оно не пачкает, короче. А ты не одевала? Нет, ну я могу, конечно, мне рубашку жалко. А, нет. Сейчас вся будет красная. Вот, когда наши мальчики фотографировались, обнимались с местными девочками, вот, потом было тяжело отстирать вещи. Ну, а как у вас контакты с ними? Были такие чисто поверхностные, или все-таки, может, какие-то приключения случались? Ну, у меня контакт был непосредственный в Эфиопе. Я его не сдала. Есть там такое племя Борена. Я практически про него ничего не знаю. Один-единственный раз вот столкнулась, и то не по своей воле. Вышли мы из машины сфотографировать. Ну, шло верблюжье стадо с такими красивыми колокольчиками, коваными. Я выскочила с фотоаппаратом, просто вот отстадо сфотографировать. Пока я метилась, я получаю такой увесистый удар по голове канистрой пластиковой. Все так вот от души просто получаю. Оглядываюсь. Значит, на меня налетает какая-то, значит, тщедушная такая женщина с этой канистрой. Тут вылетает мой гид, начинает что-то с ней говорить на языке. В общем, он меня отмазывает. Я не понимаю, что я сделала. Если бы я что-то плохое сделала. Ну, я знаю, что многие не любят фотографироваться. Там, за это и деньги надо платить, договариваться специально. Я верблюда фотографировала. Причем здесь женщина. Женщина оказалась погонщицей этих самых верблюдов. У меня вот такой вот суверный страх у них есть перед камерами. И она не боится камер. И причем считается, что камера, она может обескровить и животное, и человека. То есть лишить жизни и выпить кровь. То есть она боялась даже не за себя, а за верблюдов. Да, что сейчас вот упадут бедные, обескровленные. Так что вот такой был контакт замечательный. Ну, а с другими племенами? Мы приезжаешь в деревню. Естественно, сразу туда заходить нельзя. Она сначала договорится со старейшиной. Старейшина либо разрешит, либо не разрешит. Ну, конечно, его сильно можно задобрить денежкой. Обычно всегда соглашаются. А если уже старейшина разрешил, все, все дома открыты, пожалуйста, заходи, смотри. Можно фотографировать кого угодно. Здесь племен такой, самай, забавная там у них традиция. В общем, замужняя женщина, такая зрелая уже женщина, они носят такие юбки из козьих шкур. Причем сзади шкура, она в виде такого хвоста, который волочится по земле. Очень красиво. И те юбки, такая хорошая выделка, расшиты бусинами, всякими каурями, колечками. И вот этот вот хвост волочится по земле тоже неспроста. Поскольку шкура, у каждой шкуры своя конфигурация. Когда ее выделывают, он как форму приобретает. Так вот мужья, оказывается, знают, какой след оставляет хвост юбки его жены. И вот поэтому следу они прекрасно всю ее траекторию полета вычисляют. Да, оригинально. Да, мне это тоже понравилось. Не надо никаких навигаторов. Не, не надо, все хорошо, просто хвост. Собственно, каждая женщина оставляет свой хвост. Слово хвост. Слушай, для тебя путешествие это все-таки отдых? Или, судя по тому, куда ты ездишь, там ведь сильно не расслабишься? Ты отдыхаешь там или нет? Ну, как сказать, физически нет. Потому что физически это, ну, и климат тяжеловат, иногда бывают долгие переезды, иногда надо карабаться в гору, слетать с горы, там куда-то, не знаю, не знаю, все. Ну, это какие-то, безусловно, это физическая нагрузка. Ну, конечно, я отдыхаю. Я отдыхаю, потому что я далеко. У меня вот мозг у меня отдыхает, прежде всего. Потому что я на краю земли, где меня никто не достанет абсолютно. Вот. И вот у меня просто вот глаза включаются, я это впитываю, 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 впитываю. Конечно, я отдыхаю. Я потом вот этими поездками живу весь год оставшийся. Если ты в картинке закроешь глаза, господи, не жаль, ты со мной был? Это такое счастье. А какой у тебя основной подход к выбору маршрута? Скажем, куда ты собираешься в этом году? В этом году поедешь куда-то? В этом году поеду. Куда? Ну, летом у меня будет, вернее, не летом, на майские праздники есть. Маленький такой трип. Там мы самостоятельно едем, не из географии просто. Мы поедем в Узбекистан. Ну, никогда я не была. Вот по великому шелковому путь я хочу. Вот по Самаркангу, Хара, Хива. Вот эти, посмотреть, города. Чисто архитектурный такой, можно сказать. У нас будет поездка, посмотреть архитектуру. Если повезет, посмотрим цветущие степи. Можно в начале мая застать. А такое глобальное путешествие, длинное, на ноябре мы не намечены. Это с географией. Это Йемен. В Йемене не была. В Йемене не была. Северный Йемен, вот эта горная часть с этими замками. А потом перелет на остров Сокотр. То есть два разных совершенно мира. То есть это будет какая-то цивилизованная часть, какая-то интересная архитектура, совершенно другой климат. Вот. И вот этот вот остров. Население практически вообще не соскать днем с огнем. Я-то будешь один среди песчаных дюн. Океан, дельфины, совершенно какая-то невообразимая, эндемичная там флорфауна. Хочу. А сколько народу у вас едет? Ну, группы всегда разные. Разные. У нас почему-то, вот наше излюбленное число, это 13. Вот сколько у меня было путешествий, только в первом у нас, по-моему, было семеро. А во всех остальных у нас было 13 человек. И вот в последнем Аквадорском тоже 13. А так, вот минимальная группа, это, наверное, 7 человек. То есть, ну, сделать путешествие более доступным по цене. Не разбивалась там на двух вся стоимость. Хотя бы семеро. Ну, а так нет предела совершенства, на самом деле. Вот в Новый год, я знаю, там ездят вообще гигантские группы по 26 человек. Я не скажу, что я хочу в 26 человек попасть. Вот как-то вот 10, 12, 13. Оптимально. Ну, а как проблемы с бытом? То есть, самые такие простые условия путешествия. Да, там палатки, что у вас? Ну, у нас отдых бюджетный все-таки, как бы. Несмотря на такие места, куда мы путешествуем. Но как-то вот мы в Клоповниках, мы не живем при этом. У нас бывает, да, когда уж совсем нигде ничего, мы живем в палаточных городках. Но палатки у нас возят с нами, обязательно едет палаточное оборудование, палатки ставим, берем с собой спальники. И всегда едет повар, у которого есть набор посуды и стол, стулья. То есть, на земле там не едим из костра. А в основном, там расчет идет, ну, где-то 30-50 долларов, чтобы стоил отель, если он есть. И это, в общем, достаточно приличные места. По крайней мере... Ну, это хорошая цена, да. Да, чистое белье, все удобства, все нормально. Можно и покушать, и помыться, и пыль дорожная. Все нормально, абсолютно нормальные условия. Это вообще заблуждение, что у Африки нет отелей, и нормально там нигде пожить. Даже в каком-то глухом совершенно ауле, совершенно находится приличное место, где можно переночевать. Ну, сейчас на то пошло, в 19 веке говорили, что если задумал путешествие на Луну, то важно иметь в виду, что там нет постоялых дворов и трактиров. Так что, ничего там страшного. Насколько климат, форс-мажорные обстоятельства были, когда, скажем, меняли планы или портили путешествия? В моих путешествиях нет, не случалось. Но хотя знаю, что бывает. Сейчас вообще, говорят, сезоны вот эти дождливые, сухие, они поменялись местами. Вот народ вот ехал в Кению на новогодние праздники. Вроде должно было быть сухо. Залило дождями так, что там невозможно было проехать вообще ни по одной дороге. А поскольку в национальных парках это основа грунтовки, и, конечно, просто в месиво превращаются. И реки из берегов уходят, и все такое. Нет, у нас нет. У нас как-то все, ну, бог милого. Где ты была еще, кроме Африки, так, упоминающаяся? Последницей нашей поездки в Эквадор. В Эквадор, да. Что там было самое интересное? Голопоголосы. Голопоголосские острова. Это все, это был предел мечтаний. Я соскучилась по зверю. Вот я когда ехала, я говорю, я хочу, чтобы была красивая природа, чтобы были горы, чтобы был океан, и чтобы были звери. Ну, Коль Блоневский сказал, ну, что, тогда Эквадор. Я говорю, все, едем. Вот, конечно, это... Я не ожидал, что я такую увижу. Я когда сошла с самолета, прилетели мы там на остров, в Сан-Крестобаль, дошли в порт, где нас ждала яхта. Я так вот просто вот огляделась вокруг, все небо в птицах. Птицы громадные, долетают фарикаты. Размах крыла там, метровые. Вниз смотрю, весь берег в разноцветных крабах плавают котики, плавают черепахи морские. Это здесь, в порту, а что же дальше будет, пеликаны. Я сидела, просто стояла, ко мне даже вот Николай подошел, так за спилючок потряс, ну, ты хоть рада? Я говорю, Коль, подожди, у меня шок. Я была настолько рада, вот если бы музыка могла бы звучать, то на заднем плане должна быть какой-нибудь кодек радости такая. Я как в голливудском фильме каком-нибудь там что-то, какая-то тема. Такого не бывает. Ну, видишь, бывает. Бывает, да, теперь я знаю, что бывает. Ну, у тебя нет, обычно, когда у людей путешествие переваливается за 50, они уже ставят там, скажем, 100 стран объехать, потом, там, кругосветку, потом, когда уже 100 есть, думаешь, ну, надо бы все объехать, это, в принципе, осталось столько же всего. Каких-то рекордов по этому поводу не хочешь сказать? Ну, зачем мне эти рекорды? Я хочу... Ну, хотя бы задачи, ведь обычно же, знаешь, когда ты ставишь задачи, ты как бы под это дело уже накапливаешь энергию, соответственно. Вообще, кстати, у тебя мечты сбываются? У меня мечты сбываются. Ну, то есть, соответственно, значит, ты правильно ставишь задачи, скажем. Да, у меня мечты сбываются. То есть, вот какие у тебя задачи на будущее? Ну, видимо, вот столько амулетов, имея... С Африкой я не закончила, нет. Не закончила? Нет, с Африкой я не закончила. То есть, ты хочешь всю ее объехать? Ну, если будет такая возможность, да, к сожалению, сейчас просто она кусается в плане финансов. Вот, и пока что у меня с Африкой перерыв, но нет, я обязательно, я обязательно поеду. В Австралии не была? В Австралии еще не была, в Новозеланде не была, и в Индии я не была. Вот я еще очень хочу в Непал съездить. А вот этот Юго-Восточную Азию тоже нет? Нет. А, ну у тебя еще столько открытий. У меня еще столько впереди, то что у меня до рекордов. Вот, я не люблю мельницу, я не люблю вот, когда маршрут дробится на какое-то бешеное количество стран, где там буквально по одному дню пролетаешь, страны не видишь практически. Вот там две, максимум три страны за один заезд, где-то 20, там, 21 день, там, 25 дней. Все, это максимум. Больше не нужно. Ну, а ты не хочешь как-нибудь все-таки поехать полностью одна, чтобы не организовывали за тебя, а все сама. Когда ты знаешь, что вот, чем, скажем, хороши кругосветки, говорит, Шанин у меня был, он говорит, я, как бы, никуда он, у меня уж первая кругосветка, он три года ее топал. Вот, то есть, как бы, вот, хочу здесь остановлюсь побольше, хочу поменьше. Или это невозможно для работающего человека? Нет, ну почему, и для работающего возможно. Ну, что, есть у меня отпуск, вот, 30 дней, могу и одна месяц путешествовать, но как-то вот мне одной-то не хочется. У меня нет потребности быть одной. У меня нет потребности ходить в огромной какой-то группе, но у меня есть потребность, чтобы со мной был рядом человек, с которым я могу просто вот поговорить, эмоциями поделиться, потому что я же это вижу, а больше же никто не видит. Это что, мне месяц терпеть до дома, пока я это все расскажу и фотографиями покажу? Нет. То есть, езжу со своей одноклассницей. Я ее заразила в Африку, я ее потащила в Мали. Теперь она подсела, теперь это все, не может соскочить, болезнь. Ну, я так понимаю, на путешествие уходят все деньги, да? Да. А как же там эта семья и прочие там долгоиграющие женские радости, это все впереди, да? Ну, видимо, да, наверное. То есть, пока на этом как бы не зацикливаешься, да? Нет, не зацикливаюсь. То есть, здесь горизонт чист и прозрачен. Ясно. Так, ну, постепенно нам надо закругляться. Значит, у меня обычно в конце делится человек рецептом счастливого путешествия. Наша передача называется «Хроника счастливых путешествий». Поэтому я вот собираю рецепты. Может, кто-то скажет такое, что я не знаю. Поделись. Я как-то не задумывалась над рецептом счастливого путешествия. Вот мне главное, наверное, не ожидать того, чего я не получу от этого путешествия. То есть, вот не строить каких-то таких вот замков, что потом меня разочарует в чем-то. Я вот просто еду. Я просто еду в страну, у меня есть какое-то представление о ней. Какое? Вот какое-то свое, мое именно. Которое сформировалось там, ну, из тех книжек, которые я прочитала, из тех фильмов, которые я посмотрела. Я очень не люблю перед путешествиями. Ты все-таки готовишься, да? Я очень не люблю готовиться к путешествию. Напротив. Я не лезу в интернет, я не перечитываю вот эти всякие там журналы и путеводители. Нет, не хочу. Я хочу приехать и уже на месте во всем потихонечку разбираться. А когда мне там начинает в голове вот это вот копошение там историй, и я начинаю рваться, что нет, я сюда не поеду, потому что мне надо посмотреть в том месте еще что-то, а вот не дай бог я не успею и упущу еще что-то. Нет. Лучше себе никаких вот этих граней и ограничений вот не ставить. Просто ехать, просто жить, просто смотреть, вот каждую минуту, наслаждаться. Ну, хороший рецепт. Ну, и ты уже рассказал, конечно, несколько интересных историй. Обычно в конце гостя делятся самой интересной своей байкой о путешествиях, истории. Можно поучительной, можно смешной, но лучше какой-нибудь веселой. Ну, даже так вот сразу как бы все уж так, ну, много у нас, конечно, ситуаций было. Могу про крокодилов рассказать. Давай про крокодилов. Мое самое близкое общение с крокодилами, как происходило. Ну, это было в Буркино-Фасо. Есть там такое озеро, неподалеку от деревеньки Сагу. Вот, и озеро это, оно священное вот для этой деревеньки. Обитают там священные крокодилы. Крокодилы это просто ум, честь и совесть деревни. Вот, там всерьез верят, что вот если человек, вот житель этой деревни, какое-то злодеяние совершил, там украл, обманул, соврал и утаил, крокодил обязательно придет, найдет и сожрет. Ну, в общем, мы отправились искать это озеро. Причем вот мы совершенно случайно, мы не знали его существования, вот в ЛП раз наткнулись. Озеро священных крокодилов. Пойдем, пойдем, пошли. Нашли. И вот там был опровергнут миф, что крокодилы не поддаются дрессировке. Ничего подобного. Мы пришли на берег. Никого. Пустота. Озеро, пляжик. Тут приходит мальчик. Свистит. И крокодилы начинают всплываться к берегу. То есть они вот реагируют на свист реально. Мы выползали, причем приползло так, штук шесть, наверное, крокодилов. Они, значит, вылезли на берег. На шею? Ну да, нормальные так все крокодильчики были. Метра два, может, побольше. Но это не самые крупные крокодилы. Самые крупные живут в Эфиопии. Эти нормальные, просто крокодилы. Ну вот. И, в общем, отвлекали их внимание дохленьким цыпленком, который был подвешен на веревочке. В общем, так вот перед носом буквально. И в это время, пока, значит, священный крокодил интересуется цыпленком, можно пощупать священного крокодила. Чем я с удовольствием его воспользовалась? Для меня было, например, открытием, какая нежная кожа у крокодила на брюхе. Ну, пока он там за вами клацал, я так села на хвостик, потесала ему подмышечки. Вот подмышечки, это нежнее щечки младенца. Это просто очаровательное создание на самом деле. Не знаю, у меня священного трепета, перед ним никакого нет. Просто милые. То, что я все было крокодилей подмышечкой. Ну что, хорошая очень история. Не знаю, насколько она поучительная, но... Ну, спасибо, Наталья. Я думаю, что у тебя было много интересного. И да, я сам, в общем-то, получил большое удовольствие от общения. Вот, надеюсь, после своего путешествия очередного ты к нам еще заглянешь и принесешь еще кучу всяких сувениров и расскажешь интересные истории. Спасибо. Спасибо за внимание. До следующих встреч. Всего доброго.